Итак, всем привет, дорогие друзья, и ко мне в руки сегодня попал вот такой интересный телефон. Вот, называется он Fly IQ 444 Quattro Diamond 2. Вот, на задней стороне коробки можно видеть все его характеристики. На паузе можете посмотреть, что-то не фокусирует почему-то. Ну-ка, сейчас. Так вот. Вот так, в общем, выглядит коробка. Давайте распакуем. Телефон еще в пленочках. Его, конечно, я думаю, в магазине распаковывали, но он еще в заводской пленочке. Так, давайте его пока в ванночку с ним отложим, посмотрим, что еще идет в комплекте. В комплекте у нас идет вот такой шнур USB на зарядку. И на... для компьютера, в общем, так. И вот такой переходничок. Вот, дальше еще у нас идут вот такие беленькие наушники. Что-то похоже в духе Apple. Не знаю, зачем они такие сделали, но ладно. Ими все равно никто пользоваться не будет. Так, у нас тут документы потом. Какая-то бумажечка. Это... Ну, это тоже про Android что-то. Так, руководство пользователя. Ну, это не очень интересно. И еще какая-то штука. Так, ну, в общем, по комплекту все понятно. Так, давайте теперь снимем с него... Вытащим и снимем с него пленочки заводские. Что-то как-то он... А, вот, все, вытащился. Так. Так, раз, пленка. Два... Ммм, какое прикольное покрытие. Так, и снимаем вот эту пленку. Вот так у нас выглядит аппарат. Вот, с заднего стороны. 8-мегапиксельная камера у него. Full HD экран. Ну, характеристики вы все видели. Вот. Ну, я думаю, на этом распаковку можно завершить. Это была первая часть видео. А в следующей части, которая начнется совсем скоро, я думаю, мы поговорим уже поподробнее про него. Включим, посмотрим. Сейчас он у меня настроенный. Я его спущу. В общем, поставлю всякие приложения. И мы посмотрим на него, в общем, поподробнее. Так, ну что, давайте теперь поподробнее посмотрим этот телефон. На переднем торце мы имеем динамик для разговоров, переднюю камеру. И, в общем-то, все. Ну, снизу обычные стандартные кнопки управления Android. Снизу мы имеем разъем для наушников и микрофон. Так, это какой? С левого торца у нас кнопка включения. Так, с верхнего разъем для зарядки и подключения к компьютеру. А справа, соответственно, у нас клавиши о регулировке громкости. Сзади мы имеем камеру вспышку и динамик и логотип Fly. Так, ну что, внешний вид, в принципе, понятен. Давайте снимем заднюю крышку. Я вам поподробнее покажу, что находится там. Довольно туго снимается она, кстати говоря. Достаточно. Ну, это, в принципе, хорошо, зато все плотно прилегает к телефону. Ничего не дребезжит. Так, ну что, что мы имеем здесь? Здесь мы имеем аккумулятор. Вот, даже по-русски, модель IQ 444 Quattro. Сделано. Сейчас фокусируется в КНР. Так. Сверху мы имеем два слота для SIM-карт, обычных, не мини. Это SIM1. Имеет два стандарта она. V, CDMI и GSM. А SIM2 имеет только GSM. Вот видно сейчас. Сфокусировалась. И слот под microSD-карточку. Здесь она стоит на 16 гигабайт. И где-то здесь должна быть еще кнопка RESET. Потому что аккумулятор, как мы видим, здесь несъемный. Здесь, видимо, нужно открутить вот этот шурупик. Ну, я не знаю точно, я не снимал, не могу сказать. Вот, кнопка RESET. Я почему-то не найду. На Diamon D1 там было прямо отмечено RESET. Вот, и где-то сверху. Возможно, это это или вот маленькая пипочка. Ну, не знаю, в общем, где здесь RESET. Ну, не важно. Так что давайте теперь оденем крышечку и соберем девайс обратно. И включим его уже. Так, все, все углы прощелкали. Кстати, телефон не скрипит, не лифтит вообще. Сборка отличная у него. Вот, он достаточно новый. Сейчас я протру, давайте. Его экран. Достаточно. Огромный экран на 4,65 дюйма. Так, включаем. Вот, нас приветствует такое лого Samsung. Ой, Samsung, скажем, flyphone.com. Далее у нас идет загрузка. Сейчас, возможно, придется убавить яркость. Ну, хотя, не знаю, сейчас посмотрим, как он будет. Сейчас пройдет загрузка. Так, все. Вот мы подключили наш девайс. Давайте разблокируем. Так, нужно ввести pin. Вот, телефон не мой, сразу говорю. Так. Сейчас он еще не загрузился. Здесь флешка на 16 гигабайт. Не помню, какого класса. Но класс маленький, поэтому она подтормаживает. Вот что. Мы имеем обычный Android. Вот. В принципе, всем знакомый. Так, с чего бы начать? Ну, давайте перейдем в настройки и посмотрим, какой здесь стоит версия Android. Так. Мне кажется, нормально фокусируется. Что-то я не пойму. Так. Давайте перейдем к телефону. Вот. О телефоне. Так. Версия Android 10 короткий 4.1.2. Версия ядра 3.4.5. Так. Ну что, давайте посмотрим на фото. Поскольку здесь экран Super AMOLED. Отличный экран. Надо вам показать. Это, кстати, яркость сейчас не на максимум. Я прибавлю яркость. Все-таки сейчас картинки смотрим. Так. Вот. Вот. Вот здесь понятно всю четкость экрана, как Super AMOLED. Девочку. Давайте посмотрим. Вот. Экран прям просто конфетка. Так. Это видео. Так. Туда не листается. Видео я позже покажу. Так. Ну вот еще фотография. Так. Все. Это тоже последнее. Так. Ну давайте сразу посмотрим углы обзора. Так. Блин. Там свет отражается. Ну вот. Вы можете заметить, что просто потрясающе. Никакого искажения изображения нету. Вот. Ну туда не очень удобно. Ну в принципе тоже понятно то, что ничего там не будет такого. И так вот тоже видно то, что дисплей просто отличный. Просто отличный дисплей. Вот. Никаких так сказать нареканий к нему нету. Работает прекрасно. Так. Что ж, блин. я все никак не привыкну к андроиду. Что, давайте я включу музычку. Потому что динамик тоже здесь достаточно неплохой. Только недолго. Надеюсь, там не будет у меня никаких проблем потом с этим видео. Ну вот. Достаточно громко играет. Так. Ну еще есть какая-то у меня песня была. фото-музыка. ее можно послушать не боясь. Но она не очень такая басистая. Первая в принципе была погромче. Но динамик достаточно хороший. И громкий. Так, что еще? Ну, давайте раз уж начали по фото-видео, давайте фото-музыка. Перейдем к видео. Где-то у меня был отрывочек здесь Full HD в МКВ. А вот сэмпл. Ну-ка, через стандартный попробуем, как он будет работать через стандартный. В принципе работает. Не знаю, почему звука нет. Надо что-то нажать. Вот. И также он работает через так. Продолжим я уже пробовал. Ну вот. Очень хорошо смотрится. Отлично просто. Можете заметить. Смотреть, я думаю, будет одно удовольствие что-либо в таком экране. Так, ладно, тоже выключим. Мало ли, что тут с правами потом меня замучают. Видео еще запретят, удалят и так далее с этим. Как вы знаете, проблем хватает всегда. Вот. Что у нас далее? К чему перейти? Так, давайте-ка зайдем в интернет. Я зайду не со стандартного браузера, поскольку я думаю, кто будет пользоваться стандартным браузером. Правильно ведь? Все будут либо хромом, либо там, я не знаю, каким еще браузером, поэтому я тоже решил зайти не со стандартного браузера. Что-то плохо Wi-Fi грузит. Так, продолжаем. Пришлось мне прерваться из-за моего дебильного роутера, как обычно. Что-то у меня с вчерашнего дня начало глючить. И Wi-Fi что-то пропадает. Динамик громкий, слышите, да? Так что качество, не знаю, как здесь сделать. Плохое качество почему-то. Как интересно здесь качество настроить. А, не High Quality вроде. High Quality. почему-то по-моему на максимум показывает. Ну-ка, еще раз попробуем. Ну-ка, нет, другое видео давайте. Вот это. Так, всем привет дорогие друзья. И сегодня в этом видео мне хотелось бы рассмотреть вот такие часы фирмы Casio марка Машишок JLX 69007 тирекси. Вот. Открыв. Видео, короче, с интернета почему-то показывало не в Full HD качестве, но футураму я показывал уже вам. Там было Full HD МКВ, то есть он показывает нормально, экран неплохой. Это почему-то с интернетом. Возможно из-за того, что Wi-Fi видите очень одна всего две палочки. Два деления. Далеко он. И что-то тормозит. сейчас танцевал с бубном, чтобы его спустить. Вот. А, ну надо еще показать. Ладно, сейчас зайдем как через стандартный браузер. Зайти интересно. Сейчас посмотрим. Просто показать серфинг интернета. Зайти на какой-нибудь сайт. И так далее. Так. Не знаю, как он даже здесь называется. Не помню точнее. Наверное, какой-нибудь браузер. Музыка, настройки, контакты. приложение здесь. я не пользуюсь этим телефоном. Не мой. Вот. Поэтому пока разобраться тяжело. Так. Еще хотелось бы показать серфинг по интернету. Давайте зайдем куда. Зайдем. Возбрызни. Так. Google.ru Так. Google.ru и давайте вот так сделаем. Так. Опа. Википедия. Пошло. Вот она загрузилась. Блин, она в мобильной. Ну, в принципе, это не важно. Можно вот увеличили. а вот стационарно. Сейчас сделаем в обычной. Посмотрим, как будет. Так. Ну, вот она загрузилась. Но в самом, как обычно, почему-то она не показывает. Странно. Вот. понятно. В общем, тоже здесь в принципе все неплохо. Так. Ну, теперь, знаете, давайте что? Посмотрим. Так, нежданная была перерыв. В общем, давайте продолжим. Теперь посмотрим фото и видео. Вот, в общем, сегодня так. Сегодня специально снимал фотки, видео. сейчас все покажу. Далее. В принципе, снимает тоже достаточно неплохо, как вы можете видеть. Вот. Ну, тут еще почему-то снимает не так. Вживую все просто прекрасно. По-моему, он не фокусируется на экран еще. Вот. Так. у нас фокус на эту. Ставим лайки. Куда без этого? А, так, наверное, все. Ну, сейчас я включу, в общем, видео, которое тоже снял. Так, всем привет. Видео на Fly IQ 444. Дальше было. Вот. Сейчас посмотрим, как будет вести себя видео, пока я иду. Сейчас еще попробуем навести фокус. Сейчас вот дойдем до того кустика и попробуем сфокусироваться на нем. Посмотрим. Так, давайте встать фокус. У него трясется. Ладно, к остановке подойдем. Если там людей нету, то неправильно поймут. Ой, не могу. Так, touch focus. Так, вот, сфокусировалась. Ну-ка, на текст давайте какой-нибудь помельче найти бы. Вот, сфокусировалась. Ну, что, камера снимает довольно неплохо. очень яркие цвета, как вы можете наблюдать. Фокус тоже неплохой. Вот. Так что, всем пока, в общем. Продолжаем обзор телефона. Пока. Так, записываю видео сфокусирована камера. Вот, так это все получается и выглядит. вот моя рука. Так, давайте теперь просто еще в камеру зайдем, посмотрим, как здесь все устроено. В общем, вот здесь как. Ну, там солнышко плохо. В принципе, все фокусирует, все хорошо. так, ну ладно. Это и так понятно, здесь обычная стандартная камера, все работает неплохо. Так, что дальше? Давайте теперь посмотрим игры. Игры, игры. Зайдем в Dead Trigger. Так, надо высвободить память еще. Блин, уже запустилось. Так, все, закрываем. Dead Trigger у нас. Можно заметить, что громко работает динамик. Так, наверное, давайте сюда зайдем. Да, вроде. Миссия какая-то. Работает, кстати, достаточно неплохо. Я уже играл немного, пробовал. Так. Так, ну вот, вы можете видеть, да, что достаточно неплохо. так, где эти твари-то? А, вот они. Да, блин, кукули. Ну, в принципе, и так понятно, да, что вот она. Она летает, в общем. Особо не буду застряться на играх, долго играть. Тут достаточно немного показать, что они работают неплохо. Ну, и не хочется делать в очень длинном видео, чтобы не наскучило так. Ну, сам бейсерфер, я считаю, нужно показать, потому что там, ну, в общем, нужно достаточно шустрость и плавность игры. Даже не плавность, а шустрость, быстрота, потому что здесь иногда приходится, когда очень высокие скорости, очень быстро вот эти всякие движения делать. Здесь достаточно неплохо все вот сейчас. Скорость, конечно, сейчас небольшая. То есть все работает достаточно неплохо. Прыгаем и бегаем. Это, в принципе, не тяжелая игра, но все же, я считаю, стоило показать ее. Так, все, ладно, выходим. Давайте попробуем Real Racing. Правда, Real Racing подтормаживает незначительно. Вот, но давайте все же попробуем тяжелую игрушку. Продолжить. Так, гонку выбираем. Давайте вот это и гонка. Так, сейчас попробуем. Так, идет загрузка. В принципе, играбельно. То есть таких прям слайд-шоу нету, да? Ну, вы тоже видите это. Вот я поворачиваю, в принципе. Я бы не сказал, что прям какие-то тормоза. Блин, тихо-тихо-тихо. Это достаточно показательная игра, я считаю, потому что она тяжелая и весит много. Так, идите вы все. маленько съехал, блин. Надо следить и за игрой, и за камерой, поэтому слегка. ну, я здесь играю не для того, чтобы какие-то сумасшедшие результаты показать, а показать просто работу игры. Ну, вот вы видите, что, я бы даже сказал, она вообще не идеальна, но не тормозит. Играть вообще вполне комфортно. Вот, мы уже третье место занимаем, уже второе, вот, поэтому никакого слайд-шоу нет, все прекрасно работает. поэтому эта новинка довольно неплохая, очень показывает хорошие результаты. Давайте теперь зайдем в бенчмарки. Вот, я приготовил четыре штуки и на этом завершим. Посмотрим четыре штуки их. Вот, ну, я уже делал, вот он набрал 12687. Я не знаю, насколько тут все правда, как он все показывает, но вот есть то, что есть. Вот, в общем, мое устройство, где находится, вот оно. В общем, вот мое устройство 12678. Информация сейчас покажу. Вот информация. Ну, все, в общем. Так, давайте дальше на Anomark зайдем. Блин, что-то не хочет Anomark у нас. Ладно, давайте что-нибудь дальше. Давайте запустим квадрант. И быстренько сделаем. Поставлю сейчас на перемотку, пока он делает. Ну, в принципе, он не так недолго. Ну, все, перемотчик. Вот, кстати, 58, 57 FPS показывает, 50, 58, 51, 50, ну, достаточно неплохо, 58 опять. Неплохой результат. все очень неплохо. Так, сейчас планетки. 58 опять, 59, 58. Ну, в принципе, так видно. Ну, ладно. 53, 51, 51, 52. Yes. Так, ну, мое устройство показывает, сейчас вот тут, на третьем месте, вот, сколько вы можете видеть, 3805. Вот. как тут что, все что ли? Ну, в общем, ладно, все, можно сказать и так. Первый раз я запускаю все бенчмарки, видел только у других на видео, как это все. Так, run. Запускаем еще какой-то бенчмарк. Я считаю, в принципе, это, мне кажется, это не такой уж и показатель, потому что в отзывах обычно пишут, сейчас в последнее время, что что-то накручивают, что-то, наоборот, занижают, и там непонятно, какая-то билиберда творится, но все-таки сделаю, покажу, чтобы не возникало каких-то вопросов. Вот. Стоит он около 12 тысяч. 11 990, что ли, по-моему, что-то. Ну, в общем, 12 тысяч пускай. И это новый телефон, новинка. Его покупали недавно, вот, и сказали, что только-только завезли. Так, ну и что я сделал? Что дальше-то? А, вот. Ну, не знаю, тут вообще на первом месте он показывает, самый первый. Не фокусирует камеру, но на первом. Что-то первое число 3 713, второе 2086. А, гейминг индекс 2086, а продуктивити индекс 3713. В общем, как-то так. Эти панч-марки, блин. Так, вот это я не пойму, что такое. Ну, close. А, вот, все. Run. Так, вот, идет. Пошло. Держуха идет. ППС около 40. 40, 45. В принципе, мне кажется, достаточно неплохой результат. Здесь, видимо, графическая составляющая неплохая. Меньше 30 не было, в общем. 39,9. Вот. Я считаю, очень неплохой результат, потому что, в принципе, достаточно даже для человека 30. Это в каких-то очень динамичных ценах нужно больше 30, и не каждый, в общем, разглядит. Ну, что в итоге можно сказать по нему? В принципе, очень, я считаю, достойный аппарат, тем более за свою стоимость. Вот. Как я уже говорил, 12 тысяч рублей, показал на себя с очень хорошей стороны, как вы можете заметить. И это уже решать вам, покупать или не покупать данный аппарат. Я всего лишь сделал обзор на него, чтобы вам, так сказать, стало легче и понятно. И поскольку это сейчас новый телефон, я еще, по-моему, один только обзор я находил на YouTube на него. Вот. Ну что, на этом, я считаю, можно завершить. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok